Владимир Васильевич Степанов – почетный профессор Сочинского государственного университета. Он всегда среди молодежи и в свои 84 может ответить на любой вопрос. А сейчас, естественно, ребят больше интересует военная тематика. И когда мы эвакуировались, нас последним теплоходом из Белоруссии по Припяти правили сначала в Киев. И мне, как, по сути дела, и многие мальчишки, которые в этом пароходе оказались, оказались, пришлось участвовать и в разведке для того, чтобы, потому что немцы запрашивали десанты на всех участках. А там были понтонные мосты, и надо было выяснить, они еще не захвачены. Каждый из студентов, конечно же, когда слышит такие рассказы, оценивает, а смог бы он так отважно помогать фронту. Ведь все от мала до велика работали и сражались, приближая Великую Победу. Среди сотрудников университета есть люди, которые пережили эти тяжелые годы нашей войны. Они для нас, знаете, как символ Победы, как образец для подражания. Они до сих пор сохранили свою внутреннюю красоту, свою уверенность в нашу страну, в наше будущее. И мы, конечно, берем с них пример. Я считаю также, что встреча, которая у нас состоится сегодня, это и урок патриотического воспитания. Для приглашенных ветеранов войны студенты Сочинского государственного университета постарались создать атмосферу еще даже довоенного времени. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Пели и песни военных лет, а знаменитую Катюшу подхватил весь зал. ПЕСНЯ Конечно же, почтили минуты молчания всех, кто не вернулся с полей сражения, а со сцены прозвучал вопрос. Так почему же нашему народу пришлось пережить столько горя? Ответом может быть только память. Самая кровопролитная война в истории человечества не может и не будет забыта. Елена Авсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ ПЕСНЯ